Вот это профессор Сэм Вагнин, и он коротко объясняет, что такое фальшивая нарциссия, в чем суть нарциссизма. Я могу сказать, что это относится не только к нарциссам, но и вообще к расстройству кластера B, куда входят пограничное антисоциальное и истерическое расстройство личности, но и в некоторой мере это касается всех расстройств личности, у которых нарушено неправильное представление о себе, нарушено вот это я, ядро я. Нарциссовная мантазия. У меня, я имею ложное я, я вижу себя как богом, всемогущим богом. То есть они видят себя, ну то есть либо как бог, не как вот именно бог, это неправильно. Вот я думаю, лучше всего это объясняет, что такое, как они себя видят, это как вот Гарри Поттера. Я волшебник. То есть он захотел, сел на метлу, захотел, взял волшебную палочку, превратил там, я не знаю, тыкву в обезьяну и так далее. То есть у них есть волшебная палочка. И поэтому нарциссы вот так болезненно относятся к тому, что они не могут все контролировать, потому что они считают себя волшебниками, которые могут все контролировать, в том числе и ваши чувства. И они постоянно себе должны доказывать, что они настоящие волшебники, которые все контролируют. И смотрите, что происходит дальше. И как всемогущий бог, как волшебник, я могу регулировать все, что угодно. Я могу даже стабилизировать свое внутреннее состояние, то есть когда захотел, буду счастливым, когда захотел, погрущу. То есть я могу быть, если я волшебник, значит я должен сделать так, что могу сделать так, что я буду постоянно счастлив, бесконечно счастлив. Но этого не происходит. И тогда он начинает, его психика начинает рассказывать, почему я не могу сделать так, чтобы я был счастливый. Он постоянно же, нарцисс постоянно находится в состоянии депрессии, тревоги и так далее. Обычно у них начинается в 20 лет кризис, и этот кризис приводит к тому, что они уходят в шизофрению. Потому что они осознают, что вся та концепция, которую они 20 лет строили, о том, что они волшебники, оказывается неправда. И тогда именно они уходят в шизофрению, либо она начинает пить, пить, курить, наркотики и так далее. И второй вариант, третий вариант, это найти партнера. И вот он, профессор Сэм Ваккин говорит, и тогда нарцисс сталкивается с такой огромной кризисом, он начинает сомневаться в себе. Неужели все, что я придумал о себе, вот эту концепцию, она ложная? Я что, не волшебник? И это абсолютно запрещенная мысль. Если он признает себе, что это я фальшивка, то он может совершить самоубийство. Именно, кстати, вот в этот период, очень часто, вот где-то вот кризис, у нарциссов 20 лет где-то кризис, они могут совершить самоубийство, может быть и раньше, где-то в 14 лет, это самоубийство. Это связано вот с этим кризисом, когда ребенок слишком застрял в детстве, в своих детских фантазиях. И он сталкивается с реальностью, что он не всемогущий волшебник. Вот в чем уезжает. То есть для нарцисса поддержание ложного я – это вопрос жизни и смерти. Вы должны понять, это вопрос жизни и смерти. У него вариант есть уйти в шизофрению, совершить самоубийство, либо уйти в наркотики, отказаться. Ну, это то же самое, как самоубийство. Либо искать подтверждение своему всемогуществу. То есть у третьего варианта нету, понимаете, вот это вот. Либо я доказываю себе, то есть вы должны понять, что такое ценность нарциссического ресурса, почему это вопрос жизни и смерти. Это вы в партнере кого-то ищите, какой-то любовь, секс и так далее, развлечение, а для них это вопрос жизни и смерти. Поэтому они столько времени тратят на поддержание своего имиджа, на поддержание своей внешности и так далее. И они тогда приходят к такому выводу. Давайте тогда легче я найду кого-то, кто бы помог бы мне получить этот нарциссический ресурс. И он приходит к партнеру с таким запросом. Я, слушай, парень, девушка, у меня серьезная проблема. Моя фантазия, которую я придумал в детстве, она разваливается. Она не проходит тестированием реальности. Ты можешь мне помочь поддержать мою вот эту ложную фантазию? Пожалуйста. Ты можешь меня регулировать? Ты можешь меня стабилизировать? Ты можешь меня утешать, чтобы я мог поддерживать свою фантазию? И таким образом ты будешь меня поддерживать. То есть, грубо говоря, вы своего нарцисса спасаете от суицида. Тогда у меня не будет проблем для поддержания фантазии. Вы становитесь для него как бы расширением его фантазии. Поэтому он будет вас пинговать, за вами бегать и так далее и тому подобное. Но все равно это когда-то будет приводить к некой дезрегуляции. Поэтому очень часто нарциссы уходят в алкоголь. Либо они становятся в лучшем случае, это самый лучший случай, если они становятся трудоголиками. То есть добиваются чего-то, пытаются добиться через вот это.